здравствуйте друзья в эфире канал new rush world и с вами я юрий гимильфорд последнее время в период пандемии коронавирусной инфекции мы много говорим с вами о том что наступает реальный коллапс российской медицины про от российских больниц не говорит только ленивый но вот сейчас я вам зачитаю то что мне прислал мой подписчик я не назову его ни имени ни фамилии я просто сам зачитаю его свидетельство о том что он испытал находясь на лечении в одной из российских больниц я долго думал какой фон поставить для этого и потом подумал так лучше пускай это будут абстрактные израильские пейзажи которые я сам снимал чем буду показывать вам различные фотографии с ужасами кстати я просил человека может быть он расскажет это своим голосом человек отказался впрочем вы поймете почему я зачитаю его рассказ полностью и вы увидите там называются не очень приятные детали его диагноза и так дорогие друзья внимание на экран и пристегнитесь я дома и я живу еще недолечен но хотя бы вышел оттуда я слов подобрать не могу чтобы описать что происходит в наших больницах только фамилию мою не надо публиковать и так маленький дисклеймер врач это очень уважаемый человек врачи медсестры санитарки все как бы худо ни было им всем надо ставить памятники при жизни как бы я о них сейчас не отзывался эти люди пытаются делать хоть что-то в абсолютно концлагерных условиях получается плохо но порой это лучше чем никак в общем началось все это где-то в четверг или в среду 11 12 ноября меня пару раз кольнуло низ живота потом стало ныть я просился с работы напился горячего хорошо отогрелся и прошло у меня никогда не болели почки так что я подумать даже не мог что что-то с ними происходит следующий принцип утра следующий приступ виноват утро часов пять утра субботы 14 ноября адская боль левый низ живота плюс стреляет в гениталии все время хочется мочиться я в полной панике пытаюсь как-то это все отогреть но у меня бывают разные судороги но подобного никогда в общем где-то час я пытался есть обезболивающие ножка у меня не оказалось я чаще с головной болью мучаюсь короче час мучений и набираю скорую вызов принят 40 минут 6 утра они ехали приехали о да вам лучше это почечные колики ничего страшного песочек упал коль тебя обезболивающая в понедельник иди в поликлинику курологу и укатили не прошло и часа боль вернулась еще сильнее снять дома мне ее нечем терплю грей с грелкой ару не помогает ничего срабатывает инстинкт набираю горячую ванну и сижу в ней отпустила только вылез снова адская боль звоню в скорую вызов принят час прошел их нет их нет и нет и нет звоню маме больше нет никого буду скандалить и выносить мозг но она медсестра по образованию хоть что-то может подскажет не подсказала но направила ко мне своих знакомых скоро они приехали вытащили меня из ванной быстро одели по сути в домашнее наскоро паспорт полис чашка ложка тарелка тапки и поехали в больницу своим ходом как честный человек я звоню в скорую отменить вызов и черт меня дернул спросить если места в нужной мне больницы спросил мест нет вам в другую в другой конец города я оружие в голос в этой машине мы почти час пробками ехали в центр в указанную скорой больницу приехали а вы кто мы не принимаем у нас только к видные больные вам в другую больницу кое-как уговорил врача в колотне обезболиваю в колол не помогло еще час по пробкам с криком едем приехали выгрузились а теперь внимание угадайте что ждет в приемном отделении пациента с острой нестерпимой болью который уже два часа не прекращая орет и посадил голос правильно ваш паспорт давайте так сейчас от ксерим теперь полис снилс все ксерим заполните от кету тут фио полностью прописью тут подпись вот тут тоже а вы что вторую сторону не заполнили почему не заполнили заполняйте подпись не везде поставили вот тут тоже и тут и число прописи а теперь заполняем к вид анкету последнее самое идиотское потому что на вопросы если у вас к вид у родных были ли в контакте не один человек в своем умении напишет да понимаю что его тут же развернут из больницы спасибо тем кто привез они писали я только подписи ставил скажу честно в тот момент я был в таком состоянии что подпишут бумагу как ем христианских детей сношаюсь с сатаной и слушаю моргенштерна короче ждем врача врач фио вот минуту назад я за все и заполнил все есть бумага зачем она меня это спрашивает следующий вопрос был гениален своей простоте флюорография есть я говорю дома а так хотелось добавить что в приступе острой боли когда темнеет в глазах я первое о чем думает о своей флюорографии и о том где она хранится среди вороха моих бумаг еще десять дебильных вопросов не относящихся к делу и наконец вопрос по теме как давно заболела я по наивности ответил честно три дня назад и вы ничего не предпринимали и смысл вас тогда лечить вам наплевать на свое здоровье в итоге я закатил скандал и меня отправили на узи узи готовили минут 20 угадайте сколько раз за это время мне хоть кто-то из персонала предложил обезболиться верно 0 боль ведь тоже помогает выбивать правду в гестапо сделали узи ждем ждем не знаю сколько каждая минута кажется вечностью наконец приняли решение меня госпитализировать но сначала в процедурный кабинет заберем кровь мочу и еще чего-то короче проверяем инфекции все чисто и вот уже девять этажей спустя с рюкзаком в штанах майки тапках на босу ногу бахилах я пришел в отделение уже там у медсестры я выпросил обезболивающие не помню насколько помогло но еще на ночь колотился чтобы спать а дальнейшее можно описать словами лежать молчать и выздоравливать и фраза солдата с дмб в военкомате дежурный придет во всем разберется выходные дни медсестры выполняют плановые процедуры обычно это назначенные врачом капельницы и уколы никаких таблеток нет вообще все только через иглу 8 утра тебя колет в 11 приходит дежурный врач все живые хорошо у кого болит у тебя тебя кольну жалоба есть ясно без изменений я не буду описывать всех пациентов сегодня просто на это не хватит сил я только сегодня оттуда вырвался скажу так в субботу 14 я поступил и только во вторник меня начали возить по узи рентген и все прочее суббота воскресенье понедельник пальца палец никто не ударил только обезболивающий это если его один вид кетонал и она меня не берет о режиме хоть врачи сказал ходите больше камень выйдет ходить в коридоре запрещено хранти карантин если тебе ходьба снимает боль это твоя и только твоя проблема не хочет кетонал помочь себе нечем выход из палаты только в маской масками снабжают раз два три дня самая простая и дешевая туалетов 4 на 50 человек отделение мужчин и женщин туалеты общие есть магазин который доставляет продукты можно купить что-то помимо больничной еды дело вкуса но как по мне вот примерно таким составом мои знакомые в частном доме своих собак кормили магаз работает только с 9 до 12 проморгал был у врача на процедурах еще где-то это твои проблемы доставка в тот же день после 15 аптеки нет все лекарства которых нет в больнице таких много только через передачки и это проблема потому что у меня вот родные работают и любые передачки это просто сработает часто проблемы а ведь не только привезти надо в больнице но еще и купить и вот если тебе нужен например нурофен чтобы не болела голова то жди его с передачкой у врачей нет кетанал от головы не поможет уже не помню на какой день вторник может я в наглую вхожу к дежурному врачу часов в 11 вечера говорю меня надо обезболить я не спал несколько ночей врач отправил за кетаналом к медсестре я говорю не помогает есть что-то другое в общем он понял что я не уйду позвонил в реанимацию меня ширнули наркотиком с моего согласия что интересно боль препарат не убрал как болела почка канала яичка так и болели дальше только тело парализовано смотришь мультики как-то на боль не обращаешь внимание по итогу меня решили оперировать я соглашаюсь а ничего не делали видимо потому что все надеялись что камень выйдет сам четверг 19 ноября операция меня ковыряют под спинальным наркозом нашли камень оказалось у меня зауженные мочевые пути это врожденные наследствия потому камень при всем желании из меня выйти не мог поставили стенд эта трубка для придания формы путям все повезли в палату коротко перед операцией раздеваешься до гола накрываешься тонюсенькой простынкой и через всю больницу тебя в этом виде катят сначала в операционную путь займет минут 20 а потом обратно после операции у меня прыгает температура в четверг врач сказал все нормально в пятницу так должно быть и ушел на выходные все выходные температуры держится никаких лекарств я не получаю врач не назначил хотя должны быть ли быть капельниц с антибиотиками а в понедельник что-то долго во вторник снова на рентген и кт это уже 24 все это время с 19 по 24 у меня без перерыва температура 38 5 иногда выше и адская головная боль обезболить голову нечем от слова совсем вдобавок к этому на владивосток обрушился тайфун и резко упала температура 25 результата рентген и кт с почкой все отлично а вот легкие на 10 процентов поражены у меня пневмония вроде не к вид если верить тестам короче меня перевели в отдельную палату и начали лечить уже там до 27 числа меня капали кололи но температура только вверх 38 и 9 я закатываю скандал начинаю грозить жалобами и прочим до 26 с меня берут еще мазки и прочее 27 в пятницу приходит фармаковок мы с ней час наверное беседуем 27 я получаю новый антибиотик вот только 29 удалось сбить температуру до тридцати семи пяти сегодня с ней меня выписали из важного мне сломали кишечник ничего необычного иногда спинальный наркоз парализует кишечник и есть проблемы со стулом вот только ни один врач меня таком не предупредил а зачем ни один не спросил во время диагностики спохватились только в воскресенье 22 когда я заметил что что-то не облегчаюсь четверга кое-как выпросил таблетку помогла но до сих пор это лечу второе важное очевидно что инфекцию я подцепил больницы как вопрос но с учетом что в окнах нет теплоизоляции нормальной они сквозят а персонал знает ничего удивительного пациента после операции продувает так и на тебе пневмонию по сути с 20 числа я пролежал пластом не вставая с высокой температуры и головной болью темпер сбивали но только по моей просьбе выходить из палаты мне запрещалось так что я жду медсестру в 8 утра мне сделают жаропонижающие а потом жду ее 8 вечера за жаропонижающим если днем у меня температура прыгнет это мои проблемы а у ком не помогал на час иногда 2 на 2 то есть 8 10 часов в сутки с 20 числа это жар и головная боль в какой-то момент я стал плевать на правила выходить из палаты хотя мне это запрещалось и требует жаропонижайку иначе просто на тебя плевать как-то так какие-то детали я мог напутать очень многое как в бреду сейчас я с календарем сверял даты когда писал такая вот медицина если бы я не шумел и не скандалил если бы я сдох и либо еще пару недель там провел никто не спешит ибо пациентов много но и да халатность я могу понять медсестер они многие работают сутки через сутки и бог знает как долго но промахнуться в вену уронить пенисный катетер на пол и прямо так его поставить пациенту зафигачить пузырек воздуха в вену это очень запросто про тайфун больница почти не пострадала свет есть батареи жгут но все тепло теряется из-за дырявых окон вода только холодная стала после тайфуна мне приходилось спать в одежде нас как двух футболках и под двумя одеялами чтобы не замерзнуть с пневмонией и также днем быть под ними иначе просто замерзнуть могут списать на температуру даже в 36 и 6 когда сбивали до этого предела я все равно был под одеялами и в одежде если хотите публикуйте но мне самому было бы очень интересно услышать комментарии израильского врача вот прямо по этапам пациент с болью вызов скорой приехал сам и так далее как будет идти процедура дадут ли одежду какую потому что я в своем чем кормят если термометр в палатах если кнопка вызова медсестры у нас нет даже в вип палатах привет чину который в москву лечиться уехал из своей провинции и наверняка проблемы есть с жарой как у нас с холодом как часто там пневмонию можно подцепить и когда последний раз было подобное это норма или чп сколько раз человеку с 39 будут мерить температуру в день и как врачи его состояние будут отслеживать потому что моя история это одна из тысяч российских я считаю мне повезло в больнице был свет и хоть какие-то лекарства была вода были унитазы они дырки в полу с бычками и все и все же владивосток был бы я в каком-нибудь гадюкина там бы заморили насмерть наверное не знаю мне не хотелось бы акцент на как на какой несчастный пациент я хочу чтобы ваши зрители через израильских медиков на моем примере через разбор этого кейса узнали что бывает по-другому если конечно бывает спасибо что нашли время да и еще пару слов во первых в больнице где был никто в коридорах не лежит в рабо всяком случае в урологии точно во вторых когда выписали сейчас смотрю курс долечивания таблеток написали на 20 тысяч рублей почти я счастлив меня заразили они и я выкинь 20к просто чтобы не вернуться обратно зивокс лангидаза конифрон роботинокс самый дорогой антибиотик зивокс друзья вы все слышали сами я скажу честно я попытаюсь взять комментарий у израильских медиков действительно по пунктам и это было бы крайне интересно услышать на мой взгляд всем но я же как всегда напоминаю выводы делать только вам подписывайтесь на канал не rush word до встречи